Зрители всего мира, я хочу сказать спасибо за ваше время. Божье время лучшее. Слушая свидетельства, я вспомнил сказанное в Библии. Вот лежит сей нападение и навосстание многих. Навосстание тех, кто почтит его, кто познает его, как пророка. А нападение тех, кто что, Бог сражается за меня с самого начала. Вот почему вы ничего от меня не услышите в ответ. Если вы ударите меня, я только скажу спасибо, потому что я знаю, что Бог сражается за меня. Не сражайтесь за Бога. Оставьте эту битву Ему. Итак, что бы вы ни сказали обо мне или об этом служении, я все предал это Иисусу. А если это все связано с Иисусом, а не со мной, не с моими стараниями, моими знаниями или моими дарами, то Он будет сражаться за меня. Однако жаль многих тех, кто был введен в заблуждение. Мы часто видим, что когда происходит исцеление, многие плачут. И когда их спрашивают, почему они плачут, вместо того, чтобы прыгать и благодарить Бога, они говорят, «Ах, я хотел бы привезти мою маму сюда раньше, но я был обманут, а сейчас уже слишком поздно». Или другие истории, подобные этой. Итак, оставьте свою битву для Бога. Но это может быть очень непросто. Вы знаете, что с самого начала этого служения отношение внешнего мира к нему было очень плохим. Но мы оставили эту битву для Бога. Поначалу было это очень тяжело. Но со временем, в середине пути, мы стали замечать плоды ваших трудов. Это сладостно, оставить свою битву для Бога. Скажи это соседу. Вы просто молитесь так, будто все зависит от Бога. И трудитесь очень усердно, так, как если бы это все зависело от вас. Поначалу будет казаться, что над вами туча или тьма. Вы делаете добро, а люди клемят вас, как злодея. Вы улыбаетесь, а люди говорят, что вы грустите. Вы счастливы, а люди говорят, «Нет, это печаль». Они очень успешны в пропаганде, потому что у них множество людей. И они очень успешно занимаются пропагандой, хулой, навешиванием ярлыков. И их миллионы. И это профессиональный бизнес. Это работа. Давайте людям задания, поносить ваше имя. Людям платят за то, чтобы разрушить вашу карьеру. Сегодня это работа. В прошлом это не было профессией. Поэтому вы должны просто оставить эту битву к Богу. И слава Богу за благословение, которое Он дал нам, Emmanuel TV. Вначале не было никакого Emmanuel TV. Когда Бог действовал тут, недоброжелатели лгали о происходящем. Но сейчас люди видят все, что тут происходит, непосредственно в прямом эфире. Пока я сейчас говорю, люди смотрят прямой эфир. Если кто-нибудь скажет, что я здесь сказал что-то, ему возразят, нет, а я вот что слышал. Такая происходит нынче битва. Сегодняшняя битва отличается от той, что была в прошлом. Раньше все могли исказить, и возразить было нечем. Но сегодня люди возразят тем, кто говорит ложь. Я был там, и я слышал, что он говорил. Сейчас эта битва как между фарисеями и саддукеями. Это очень жаркая битва. Но правда побеждает, потому что все служения прямого эфира записываются. Я знаю, как они навредили многим, кто сейчас здесь. Но не сдавайтесь. Скажи соседу, не сдавайся. Держитесь и продолжайте сражаться. Это хорошая битва. А вы лопите. А, они солгали против меня. Какой кошмар. А это именно то, чего они хотят. Держитесь и продолжайте сражаться этой доброй битвой. В этом и прелесть нашего земного пути. Когда вы идете, и что-то толкает вас в спину, в этом и есть прелесть нашего пути. Потому что благодаря этому вы начинаете ценить свой путь и свои достижения. Когда вы через что-то проходите и думаете о том, с чем вы сталкиваетесь, это заставляет вас ценить все, чего вы достигнете. Вы избежали смерти, несчастного случая, поношения. много всего. И в конце концов, вы здесь. Вы будете с гордостью нести эту победу и ценить эту победу очень сильно. Но многие не ценят эту победу. Когда они резко чего-то достигают, то начинают ходить по клубам, выпивают. Это сомнительное достижение. Такое достижение не прошло через правильный процесс. Правильный процесс означает «хорошо, плохо. Сегодня хорошо, завтра плохо». Если вы проходите через этот процесс, чтобы достичь чего-то, вы будете гордиться и ценить победу. Вы слышите, как многие супруги говорят, сегодня «я хочу разойтись, я устал». И вы начинаете узнавать, возможно, они сошлись, базируясь на внешних качествах и ценностях, на привлекательности, на деньгах или на известности. Возможно, основываясь на этом, они стали мужем и женой. Такой брак может разрушить что угодно. Но если они сошлись на основании того, что выходит за рамки человеческого понимания, что исходит из сердца, то ничто это не разрушит. Только Бог, который свел в вас вместе, может вас разделить. ни обстоятельства, ни поношения. Если кто-то скажет, «Ваш муж – бандит», неужели вы не знали? Вот фото, мы подловили его, и вы тут же хотите оставить этот брак. Обстоятельства никогда не разрушат брак, который создал Бог, так же, как и испытания и трудности. Даже смерть, если придет смерть, это не сможет разделить такой брак. Вы слышали, что сказал Павел? Что может отделить нас от любви Божьей? У христиан всякая любовь – это любовь от Бога. Наша любовь видит за пределами ненависти, за пределами бед, трудностей и обстоятельств. Если вы имеете любовь к Христа и приходят трудности, то такая любовь выстоит. А вы постоянно бегаете по кругу. Кто-то, с кем вы расстались года три назад, сейчас является вашим другом. Если бы вы знали, что этот человек станет вашим спасителем, вы бы не отвернулись тогда от него. Любовь Божья – это ответ на ваши проблемы. Просто любите и ожидайте исцеления. Просто любите и ожидайте освобождения. Вам просто нужна любовь от Бога. Она видит за пределами ненависти. «Если я выражаю вам любовь Божью, то я никогда не отвернусь от вас из-за трудностей, до тех пор, пока сам Бог не скажет нам разойтись. Потому что если вы враждуете со мной, и я отвернусь от вас, то что будет завтра, если вы станете тем, кто может мне помочь завтра? Что мне делать? Я вернусь к вам. И это происходит сегодня». Люди говорят, «Мне больше не нужен этот брак». А потом они снова сходятся. Но я не понимаю, как вы можете сказать, что какой-то человек плохой, пока сам Бог не скажет, что он плохой. Бог может использовать любую нелепую вещь, чтобы смирить любого. вы можете украсть что-то из чужого имущества, а потом прийти в себя и ужаснуться от садиланного, не понимая, зачем вы это делали, ведь вы вовсе не бедствуете. А это было для того, чтобы смирить вас. Это может быть болезнь. Когда вы становитесь очень надменным, приходит болезнь. Но когда вы смирились, болезнь уходит. Множество вещей смиряет нас. Многие говорили, что никогда не придут в синагогу, а сейчас вы сидите на первом ряду. Если бы вы могли, вы бы сказали оператору направить камеру на вас. Когда мы танцуем, некоторые пытаются попасть в камеру, потому что хотят, чтобы их увидели, те, кто сидит дома. И это именно те, кто говорил, только через мой труп. Мы продолжаем есть то, чем нас тошнило. Как собака, мы едим то, что выплюнули. Место, куда вы говорили, что никогда не пойдете, вы там находитесь сейчас. Человек, с которым вы зареклись разговаривать, из-за того, что он может вам сейчас помочь, вы рядом с ним сейчас. Вас тошнит, и вы едите то, что вы выплюнули. Я понимал это с самого начала, своей жизни. Когда меня задевали, обзывали или лгали, я ничего не говорил. Я предпочитал наблюдать, потому что я боялся, что тот, кто ненавидит меня сейчас, может стать моим спасителем завтра. Когда люди говорят, «Тебе Джошуа дьявол», когда они лгут против меня, я ничего не говорю. Я смотрю в завтрашний день, не в сегодняшний. У меня есть такой страх. Если вы очень плохой человек сегодня, просто хуже не бывает, вы можете стать лучшим человеком завтра. «Если я сейчас начну враждовать с вами, то как я буду обращаться к вам завтра, если вы станете мне нужным?» «А вы сделали много всего, борясь со своими врагами, с теми, кто борется с вами. Вы старались сделать все возможное, заслуживали их до тюрьмы. Сотрудники многих, с которыми вы работали, вы упекли их за решетку. А многие заключенные – это их спасители завтра. Но из-за ошибок, которые человек совершил, они засудили своих спасителей. То, что совершили ваши подчиненные, это плохо, мы согласны. Они могли украсть, навредить вашей компании, и вы стали причиной их заключения или даже смерти. Но именно этих людей Бог собирался использовать, как ваших спасителей завтра. Неважно, каким плохим этот человек является сейчас. Завтрашний день – это тайна, которую вы не понимаете. Но из-за того, что вы настаиваете на своей правоте, этот человек оскорбил меня, навредил мне, обокрал меня. Вы отправляете его за решетку. А этот человек – ваш завтрашний спаситель или спаситель ваших детей. Вот почему Библия говорит прощать тех, кто грешит против нас. Перед тем, как сказать, «Отец, прости меня», вы сами простили тех, кто был неправ по отношению к вам. Также в послании Галатам написано, что если вы улечили кого-то в совершении проступка, например, кто-то украл, то написано, что вы должны исправить того человека в духе кротости. Восстановить кого-то в прежнее состояние – это значит наставить человека, поговорить с человеком, а не осуждать его. Потому что если вы осуждаете, то кто будет судить вас в последний день? Есть то, чего я боюсь больше всего. Это завтра. Завтра – это то, что будет потом. Я не боюсь настоящего, того, на что я смотрю, но того, что я увижу потом. Вы владеете настоящим, но Бог владеет нашим будущим. Если я чего-то и боюсь, так это того, что будет потом. Поэтому даже если вы ударите меня сейчас, я промолчу, потому что вы, каким бы плохим сейчас ни были, потом можете стать нужным мне человеком. Вспомните Павла, который был с Авлом. Опасайся того, что будет потом. Скажи это соседу. Если я вижу маленького мальчика, идущего ко мне, я не интересуюсь его положением, богат ли он или беден. Я всегда с осторожностью обхожусь с ним. Я хочу сказать вам, почему я всегда боюсь того, что будет потом. Вы знаете, что Иисус может прийти в образе любого человека, чтобы испытать вашу веру, чтобы увидеть, насколько вы сильны. Как, например, в нашу церковь, он может прийти одетым в отрепье. Очень бедный человек, которого вы и не ожидаете даже увидеть в церкви. И он начнет испытания с охраны. Пожалуйста, помогите мне. Я хочу поклоняться Богу. Если охрана не пребывает в духе, они скажут, а ну-ка быстро отсюда. А мы здесь ради Иисуса. Ради того Иисуса, которого выгнали вон. Что будет потом, если вы прогнали Иисуса? Или вы едете на дорогой машине, а кто-то подходит и говорит, «Пожалуйста, я с утра ничего не ел. Помогите мне». А вы смотрите неодобрительно. Не зная, что спаситель, которого вы призываете, это именно тот, кто просит вас о помощи. После того, как мы тут помолимся, и после всего, что вы здесь слышали, в вашей вере надо будет пройти испытание. Все, что мы приняли, должно пройти проверку через испытание. Испытание вашей веры может начаться даже здесь. И это чудесно. Ничто не случается просто так, и ничего не происходит случайно. Вы должны быть готовы к испытанию, к проверке вашей веры. Вы на самом деле имеете в виду то, что говорите, что делаете, что исповедуете. Иисус, я грешник, войди в мою жизнь, в мое сердце, омой меня Твоей драгоценной кровью. Вы на самом деле все это имеете в виду. Испытание подтвердит, на самом ли деле вы имеете в виду то, что исповедуете. Решение для вас очень простое. Вы предназначены к тому, чтобы стать великим. Именно предназначение этого величия направляет вас по нужному пути. Если бы вы не были к этому предназначены, вы бы не пришли сюда. Вы еще не достигли этого величия. Но что-то вам говорит, что вы голова, а не хвост. Именно потому, что вы еще не являетесь головой, вы сегодня здесь. Для многих из вас Бог хочет, чтобы вы знали, что значит страдать, потому что Он хочет поставить вас на высокое положение. Когда вы знаете, что значит страдать, и вы достигаете этого величия, вы позаботитесь о тех, кто страдает. Огромная проблема этого мира, с которой мы сегодня имеем дело, заключается в том, что 99% тех, кто занимает высокие посты, богатейшие и знаменитые люди всего мира, не знают, что такое страдать. Вот почему они не могут позаботиться от тех, кто страдает. Вот почему так сложно достичь высокого положения, известности, и стать лучшим человеком в мире. Потому что Бог знает, что люди должны пройти трудности, чтобы знать, что значит спать во тьме, что значит быть больным и присмертем, что значит столкнуться с решениями, быть одиноким, быть поруганным, быть в заключении, перед тем, как вы достигнете почетного положения. Если вы это все испытали и заняли высокое положение, то вы захотите помочь людям, потому что вы будете помнить, что вы были в таком же положении. Когда вы видите, как кто-то страдает, и у вас много денег, богатство и известность, вы будете плакать каждый день, желая помочь. Даже если вы будете в правительстве, хоть самим президентом, вы захотите посетить заключенных. Потому что там много таких, кто не сделал ничего такого, за что их осудили. Против них лжесвидетельствование. Вот почему вы трудитесь, ведете бизнес, но вас постигают неудачи. Это не потому, что Бог не в курсе ваших проблем. Бог хочет провести вас через разочарование, чтобы вы знали, каково это. И тогда, став богатым, вы будете знать, что чувствует тот, кто проходит через разочарование. И еще не поздно. Просто Бог хочет, чтобы вы стали сильными, перед тем, как достигнете победы. Я благодарю Бога за то, что прошел через все это. Не важно, сколько мне лет, я все еще молод. Это ко благу. Вы будете полагаться на авторитет, а не на большинство, если пройдете через все это. Полагаться на большинство – это полагаться на то, как много людей вам помогают, вместо того, чтобы бежать в свою молитвенную комнату, к Богу. И там Бог вам скажет, к какому человеку надо обратиться за помощью. Сам Бог выберет вам тех, кто поддержит вас, а не вы будете выбирать их. У него есть его люди, и он знает своих людей, и он изберет вам своих людей. Вам очень нужно подобное консультирование. Взгляните на мировых чемпионов. Кто из них сумел благополучно завершить свой забег? Многие из них плохо заканчивают. Богатейшие люди всего мира доживают до смерти в бедности. Чемпионы в разных областях жизни не заканчивают свою жизнь хорошо. А ведь конец дела лучше, чем его начало. Чемпионы нехорошо заканчивают. А Бог не хочет, чтобы с вами так было. А чтобы хорошо закончить, вам надо пройти трудности, разочарования, неудачи. Вам нужно через все это пройти, чтобы стать сильными. И не думайте о своем возрасте. Если вы в преклонных летах, Бог добавит вам года, и вы достигнете того, чего хотите достигнуть. А вы говорите, «Я уже старею, и я не достиг того, этого». Забудьте об этом. О каких годах вы говорите? Есть два возраста. Вы знаете об одном, а о другом нет, но о нем знает Бог. Другой возраст – это тот, когда вы оставите этот мир. Возраст, о котором вы знаете, не скажет вам, когда вы оставите этот мир. Возраст, о котором вы знаете, это то, когда вы родились. А другой возраст – тот, который с Богом, когда вы оставите этот мир. Поэтому каждый раз, когда вы сидите и считаете свои года, помните, что вы не знаете свой другой возраст, а именно он наиболее важен. То, что вы оставите после себя, намного важнее того, что вы стараетесь достичь. Подумайте об этом другом возрасте. Их два. Божий возраст и ваш. Вы отмечаете свой возраст, а Божий возраст там. Поэтому просто будьте счастливы. И благодарите Бога. Не важно, что произошло. Не важно, что может случиться. Иисус благ все время. Он благ по отношению к вам. Вам надо начать все заново, подобно новорожденному. Ведь о многом вы не знаете, как, например, о взаимоотношениях, о чем я говорил. Что-то случилось незначительное. Вражда, несогласие, ложь. Все. Он мне больше не друг. Нет. Обстоятельства не должны разрывать ваши отношения. Пусть сам Бог это сделает. Он отец взаимоотношений. И только Он может вывести вас из отношений. Надо быть очень осторожным. Даже на месте работы. Может, кто-то вас задел, кто-то вас сместил. Не надо из-за этого уходить. Вам нужно спросить Бога о направлении. Вас могли заменить кем-то, кто моложе вас. Урезать вам зарплату вдвое. Но не надо уходить из-за этого. Вам надо проверить, что случилось. Бог может использовать любую дурную вещь, то есть любой негатив. Даже если вам вручили увольнительное, после многих лет безупречной работы, просто улыбнитесь. Бог все еще говорит что-то. Многие богатейшие люди, владельцы больших компаний, если их спросить, что помогло им состояться, как владельцы компании, они скажут вам, что это было увольнительное, которое им вручили когда-то. Я хочу рассказать вам свою историю. Когда я транслировал свои программы на других каналах, которые я не буду сейчас упоминать, это были также и международные каналы, то только из-за меня стали запрещать видео с чудесами в Нигерии. Только из-за меня, а не из-за кого-то еще. И они мне сказали, что чудеса забанены. А как мне показывать мои служения, если они сказали мне только говорить, что Иисус Господь? Я удалил все мои программы со всех станций и пошел на молитвенную гору молиться. Бог сказал, да, я знаю об этом. Я просто хочу, чтобы ты раскрыл свой потенциал. Я дам тебе тонал, называемый Имануэл Тиви. Название Имануэл Тиви слишком длинное, поэтому я сказал сам себе, что надо будет его изменить на склон Тиви. А я отчетливо слышал Имануэл Тиви. Но я смотрел на названия других каналов, где по 3-4 буквы, а мое такое длинное. Понимаете, это человеческое. А Бог сказал, Имануэл Тиви. Первый месяц было название склон Тиви, как вы могли видеть это. А на второй месяц, в видении, в 2 часа ночи, облако наполнило мою комнату. И мне было сказано, что когда я проснусь, я изменю это название на Имануэл Тиви. Это было указание от Бога. Когда мы запускали канал, то не могли это делать в Нигерии, потому что тут не было технологий и соответствующего оборудования. Нам приходилось ездить в другую страну. Вот как начинался Имануэл Тиви. Если бы мне тогда не пришлось уйти, смог бы я раскрыть свой потенциал. И сейчас это самый известный христианский канал во всем мире. Поэтому, когда приходит разочарование, то через это Бог говорит к вам. Не плачьте, не жалуйтесь, не переживайте, даже если это болезнь. Даже в самом бизнесе, когда вы куда-то вложились, а дело полностью обанкротилось, этого еще недостаточно, чтобы уходить, потому что банкротство – это не Бог. Только Бог имеет право сказать вам уйти. Не поддавайтесь разочарованию ни в коем случае. Этот мир нестабилен. Вы ходите по шаткой земли. Поэтому Библия говорит, что в этом мире будете иметь скорбь, трудности. И по этой же причине Иисус сказал Петру, «Я молился, чтобы не оскудела вера твоя». Это значит, что будут какие-то трудности, обстоятельства, которые нас сотрясут, потому что этот мир нестабилен. А вы хотите ходить по этому миру так, словно он стабилен. Когда что-то с вами случается, вы должны знать, что мир нестабилен. Что же вы ожидали от такого нестабильного места? Вы движетесь и пошатнулись. И если вы недостаточно сильны, то упадете. Но если вы достаточно сильны, то сможете сохранить баланс. Вы не на небесах. Вы в этом мире. И если все идет гладко, нет никаких проблем, то нет ничего хорошего в том, если все трудности обрушатся на вас в конце дней, потому что у вас не будет достаточно сил, чтобы выстоять. Поэтому, если у вас есть родственник в правительстве или кто-то богатый, кто помогает вам во всем, так что вам не надо ни о чем заботиться, и вы заказываете все необходимое по звонку, я боюсь того времени, когда их с вами не окажется. Я буду молиться за вас, а вы примите это наставление. Возьмите его с собой домой и передайте от меня привет вашим детям, тем, кого здесь нет. Скажите, что Тиби Джошуа просил передавать вам привет. Вместе с этим посланием поприветствуйте их от меня. Мы находимся в таком мире, что не можем сказать нашим детям, какой дорогой идти, потому что вы сами не знаете, какой путь будет успешным. Ведь вы сами далеко не на пути успеха. Вот почему нашим детям сложно следовать нашим указаниям. Они смотрят на вас, и им вас жалко. Они сами заботятся о семье. Они сами поучают вас. Какие вы можете давать им указания? Кто тогда такие? Мама, папа или отец? Так все в этом мире перевернуто. Итак, передавайте им привет от меня и скажите им, Иисус наш отец. Единственное наследие, которое вы можете оставить своим детям, это показать им путь к Господу. Ваше имущество – это уже не наследие. Ваше богатство – это уже не наследие. Все ваши деньги, имущество, богатство, дома, которые вы хотите оставить им по завещанию, это проблемы, которые вы хотите им оставить. Единственное наследство – это показать им путь к Господу. И пусть они сами достигнут этого.